здорово народ ну давайте сегодня еще раз плохими чем предыдущий ролик с глюкозой как ты наверное видимо не очень зашел ну что получилось если честно по-дурацки вот на протяжении этого времени что отсутствовал в сети я мониторил постоянно находился в общем на ю тубе смотрел практически всех наших коллег больше интересовался конечно роликами где можно подчеркнуть что-то новое и вот среди прочего в одном из комментариев человек спрашивал про сульфаминат железо сульфаминат это у нас соль сульфаминовой кислоты сульфаминат но железо понятно этот вариант восстановления золота на моей памяти был всего один раз на канале даже сейчас не упомню украинский автор он буквально его там месяц или сколько продержал и потом скрыл или удалил вот что же это за вещество такое это вот такая хреновина белая с легким легким таким зелено-голубым оттенком он чуть-чуть влажный потому что я торопился но смысл такой что он фактически как сахар может быть похож вот сегодня значит мы будем это дело проверить вот у меня значит здесь золото содержащий раствор бульвер какой-то подложить чтобы не бушкнуло нечаянно вот так вот так будет нормально вот раствор значит я нагрел почти до кипения зря конечно и давайте сейчас мы погасим азотную кислоту карбамидом мочевиной и поприступим к восстановлению давайте вот пока суть до дела возьмем 2 с горками почему 2 дохрен ну почему так захотелось вот 2 с горкой значит субфоминато железо дистиллированная вода пусть будет так ну сколько это растворилась так блин зря нагрел ну что ж берем карбамид мочевина и аккуратненько помаленечку по несколько зернышек засыпаем ну не знаю похоже что азотки нет но если есть то совсем чуть-чуть то есть видимой реакции вижу ну что давайте попробуем затягивать не будем берем пипетку чему пипетку чтобы было видно какова будет реакция капаем как ухты как смотрите да он работает как как гидрозин офигеть можно ребята это что-то с чем так но я не закончил мы просто интересную офигеть надо еще добавить еще водички разбавляю слушайте реально вот работает как гидрозин зря конечно блин какого лешего почему никто не не подсказал опять в этой круглой колбе замутил тему надо было перелить в нормальную плоскодонную и в ней делать смотрите 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 как реагирует вот реально сейчас вижу что реакция нормально давайте прямо стаканчиком где вот вы посмотрите на это ну просто красота ну что честно оставить на подогрев и кипятить и ждать как как он осядет как он скоагулируется ну кипятить это сложно в наших условиях в общем тема такая сейчас я буду кипятить и потом по ходу проявления каких-то чудес буду показывать вот значит наша спиртовка ну извините условия спартанские а в лаборатории снимать ну нет возможности это потому что уходят часы на все это дубли скажем так всякие получилось не получилось и в лаборатории все это плохо но конструкция в общем-то просто вы слышите там трескоток идет потому что на дне осадок вы видите что он уже оседает прям хорошо четко видно ну что кипятим и смотрим что получится ну что товарищи у меня все как всегда ну это не удивительно ну во первых начнем с того почему мне никто не сказал что у меня тут написано сульфинат железа на самом деле это вещество называется сульфа не над вот пришлось исправить сульфа не над ладно теперь собственно говоря нашему делу как обычно последний время золото села мелким порошком ни в какой не хочет коагулироваться и упала на дно в общем то таким нормальным таким тяжелым порошком но в общем вот такая получилась муть золото там на дне видимо я что-то не соблюдал какое-то условие возможно было в кипящую в кипящий раствор были капать может наоборот в холодный то есть над этим надо еще поработать как вы понимаете но саму саму картинку увидели такой невзрачный порошок работает почти как гидрозин свет соленокислый точно такой же эффект капаешь чернеет на месте капли когда все закончилось восстановление раствор перестал реагировать на прикапывание вот такая мутная тема в общем тут есть над чем подумать кстати если у кого-то есть опыт или знаете где посмотреть показать подскажите расскажите что да как где я ошибся что я сделал неправильно но как-то вот так вещество интересно наверное я с ним еще поработаю надо понять как ладно давайте на этом закончим то есть после того как я пожаловался на судьбу у меня стало происходить чудесным образом коагуляция желота вот два таких замечательных комка получилось и некоторое количество пыли но которое очевидно продолжает приклеиваться комочком то есть коагуляция стала происходить на холодную это очень интересное наблюдение за этим надо будет повторить и проследить обратите внимание на цвет осадка не гидроксиламин конечно сейчас значит я откачаю перенесу стаканчик еще раз взглянем так мало для вас прошло 0 секунд для меня прошло ощутимое время пока я откачала за все аккуратно так ну давайте проверим качество осаждения хлорное олово как видим ничего не происходит я потом сделаю вставочку кусочек видео с демонстрацией действия именно этого хлорного олова ну чтоб вы не сказали что она может не работать работает все как положено ну вот теперь давайте посмотрим осадочек осадочек просто замечательно ну понятно что сейчас я его буду промывать и все такое а может и не буду оставлю так ну вы видите что кусочки вполне такие крепкие то есть если не обращать внимание на эту пыль которая за ночь привела комочки вполне достойные то есть коагулируется но что я могу сказать ощущение впечатления очень хороший очень хороший восстановитель единственная газотыка как это у нас водится где взять сульфаминовую кислоту для приготовления сульфамината железо проявите креативность не хотите покупать в химических магазинах обратитесь и друзьям знакомым сульфаминовая кислота часто бывает практически всегда в организациях связанные с гигиеной с питьевой водой тепловодоснабжением ну то есть отопительные котельные да и организации по очистке я уже сказал питьевой воды да вот этих в подобных местах можно поинтересоваться может быть что-то и найдете ладно на этом пожалуй все будьте здоровы не старайтесь берегите себя пока